Командный чемпионат России по мотогонкам на льду стартовал в Нефтекамске в конце января. На протяжении всего сезона поддержку оказывали Сергей Остальцев и Риад Джафаров. В соревнованиях участвовали семь команд из разных городов России. Напоминаем, что Нефтекамск представили Дмитрий Буланкин, Антон Сазыкин и Сергей Балтычев. На первых двух этапах спортсмены удерживали вторую позицию, уступая пару очков гонщикам из города Каменск-Уральский. В начале февраля третьи и четвертые этапы по мотогонкам на льду состоялись в Подмосковье, в городе Луховицы. Спортсмены встретились с некоторыми проблемами, которые спустили их на третье место в общем зачете. Однако в финальном этапе чемпионата России к нефтекамской команде присоединился гонщик из Новосибирска Максим Корчемаха. В городе Глазов гонщики наверстали упущенные, заняв второе и первое места в этапах и вернулись на почетное второе место, завоевав серебряный кубок чемпионата. «Начались проблемы с техникой. Это было на первом этапе мы буквально со второго места отскочили на четвертое. На четвертом этапе также в Луховицах было падение Дмитрия Буланкина, где практически мы остались без еще одного гонщика. Мы уже выступали только двоем с Балтичем, я и Сергеем Балтичем, где также мы остались со второго на четвертое и откинули опять нас. Цель была быть в тройке. Мечта была, конечно, выиграть, но второе место мы тоже довольны своим результатом». Данное поколение мотогонщиков в Нефтекамске, можно сказать, последняя цепочка последователей, была прервана еще в 90-е годы, когда начались проблемы с финансированием. Сейчас есть сил и энтузиазм возродить этот вид спорта в нашем городе. Однако для этого требуется не только пропаганда спортивно-технического клуба среди населения, но и поддержка болельщиков, местной власти, спонсоров, а главное – желание и стремление подростков и их родителей сделать из детей настоящих чемпионов. «На данный момент у нас даже, в принципе, набран практически из тех же самых бывших спортсменов, механиков штат, которые могли бы также при поддержке финансовой помощи создать свою команду. Есть дети, которые мечтают заниматься спортом». Как сказал директор спортивно-технического клуба, даже если родители приведут своих детей и будут поддерживать их финансами на начальном этапе, ребят начнут тренировать и возить на соревнования. Главное – начать, а в будущем появятся возможности расширить помещение для занятий с детьми. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».